В России 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 и не прописано, какие из них являются основными, как это более жестко сделать. То есть у нас нет системы нормальной для демократических стран, когда большинство, получившее власть, обязано в любом случае играть в общих правилах, которые определены Конституцией. Но хоть что-то у нас есть. У нас суд, когда видит, что парламент принимает какое-то решение, противоречащее основному закону о правах и свободах человека, о правах и достоинствах человека, который может сказать, что этот закон нелегитимен, вернуть его на доработку, отменить его. И то же самое касается регуляционных решений правительства, если на них подана апелляция. Как в любой стране. Есть Конституционный суд, есть Апелляционный суд. С минусами определенными в Израиле это работает. Нынешняя коалиция решила изменить систему. В ней на самом деле есть что менять. Она на самом деле не идеальна, и она на самом деле нуждается в реформе. Но проблема заключается в том, что ни одна реальная проблема, в том числе нехватка судей, из-за чего затягивается очень сильно процесс принятия разных решений, в том числе более четкая регламентация, что такое основной закон, ну и так далее, не решается и не собирается решаться в рамках этой реформы. Единственная ее цель – это подчинить процесс назначения судей политикам. То есть, опять же, исполнительной власти, которая в Израиле контролирует власть законодательно. Когда произойдет слияние всех трех ветвей власти, вместо Верховного Суда Израиля мы получим Басманный суд, и израильтяне, естественно, возмутились этими попытками и вышли на протест. Это один нюанс. Второй нюанс в том, что судебная реформа – это не один какой-то закон. Это целый комплекс законов по реформированию судебной системы. И под шумок этой реформы коалиция начала протаскивать другие очень интересные законы. Ну, например, у нас выдвинул законопроект, который гласит, что государственный чиновник любого ранга, включая премьер-министра, имеет право получить от родственников, например, любую сумму денег, если она нужна на покрытие каких-то текущих расходов. То есть, это определенная коррупция, согласитесь. Придет родственник, даст деньги, полученные от некоторого олигарха, премьер-министру, министру любому и так далее. То есть, тут явный конфликт интересов ни в одной стране мира, даже коррумпированный. Это не закреплено законодательно. Но у нас вот этот закон пытаются продвинуть. Другой вариант – это превратить в политические назначения, назначение заместителей директоров в министерствах и назначение юридических консультантов этих министерств. До сего момента у нас, когда министр начинает творить какую-то ерунду, а я только что рассказал, что министр, как правило, у нас не профессионал, это просто глава или один из лидеров той или иной партии, который при дележе власти получил вот этот кусок. И абсолютно неважно, это министерство просвещения, министерство обороны или министерство по водному хозяйству, или просто некое придуманное министерство новое, потому что нужно было придумать, чтобы этого конкретного партийца чем-то успокоить. Так юрсоветники могли объяснить, что «товарищ, ты делаешь решение, которое потом все равно будет оспорено в суде и отменено, потому что оно не соответствует определенным законам». Это хотят отменить для того, чтобы юрсоветники не мешали такими глупостями. Суду запретят отменять назначение министров, суду запретят отменять законы, если даже они не соответствуют закону базовым и не соответствуют правам человека, и нарушают каким-то образом права человека, меньшинств ли, кого угодно еще. Судьи будут назначаться правящей коалицией. Ну, короче говоря, это обычный комплекс законов, который ведет к авторитаризму. И третий нюанс, очень интересный, который тоже возмутил израильцам, заключается в том, что реформу судебную проводят люди, находящиеся или находившиеся под судом. То есть премьер-министр у нас под судом, и сейчас продолжается процесс заслушивания свидетелей прокуратуры, их много. У нас был под судом и был осужден за коррупцию человек, которого сейчас продвинули на пост министра внутренних дел, вопреки тому, что он обещал уйти из политической жизни, чтобы не оказаться за решеткой. У нас министром национальной безопасности, которому подчиняется полиция, назначен человек, которого 10-12, не помню сколько лет, эта же полиция допрашивала за расизм, за подстрекательство, был осужден. Вот эти люди занялись у нас реформой судебной системы, занялись без объяснения, занялись без создания специальной комиссии, которая бы рассмотрела все стороны, все возможные последствия. Может быть, что-то хорошо, может быть, что-то плохо. Нет, они просто каждую неделю начали принимать в Кнессете то или иное законодательство, тот или иной законопроект продвигать, не обращая внимания ни на какую реакцию. Ни на реакцию оппозиции, ни на реакцию людей, которые вышли на улицы, ни на реакцию специалистов, ни на реакцию капитанов экономики, которые предупреждают, что это приведет экономику к кризису. Им было на все наплевать, кроме собственных интересов. Люди вышли на улицы и до сих пор стараются их остановить. А вот у меня такой вопрос. Мы здесь, в России, наблюдаем за огромными демонстрациями, которые у вас происходят. Просто, не знаю, сколько десятков тысяч людей выходит на улицы, и это не останавливает. И я напомню, что это в Израиле все население, которого 9 миллионов 200 тысяч, то есть это 8%, если считать даже с малыми детьми и дряфлыми стариками. А от, ну скажем так, электорального населения, трудоспособного населения, это примерно 10%. И это несмотря на то, что в протестах не присоединились этнические меньшинства, арабы, друзы. То есть, ну это примерно 10% населения, и это однозначно больше половины страны, потому что вы понимаете, что каждый выходящий представляет еще двух, трех, четырех людей, которые разделяют его взгляды, но не выше. Да, но вот у меня мой вопрос, он вот такой. Мы видим, что, в принципе, да, манифестанцев разгоняют водометами, по-моему, да, и очень много полицейских, но при этом мы, например, я, например, не слышала о том, чтобы кого-то арестовали за выход на протест. У меня вот такой вопрос. Это всегда так, что полиция относится к демонстрантам вот так, что их не арестовывают? Или это связано именно с тем, что такие массовые протесты, и просто власть понимает, что реформы сейчас невозможно проводить, потому что практически весь Израиль против этой реформы? Нет, задерживают, не арестовывают, но задерживают наиболее активных гузатеров. Это происходило всегда, в том числе в 2005 году, когда, наоборот, правые боролись против программы разбежевания и ухода Израиля из газа, тоже перекрывали дороги, жгли покрышки, более жестко атаковали полицейских и военных. Задерживают, после чего привозят в суд. Суд, как правило, их освобождает, если нет каких-то серьезных нарушений, а сами протестующие тоже не идут на серьезные нарушения. Водометы, светошумовые гранаты, конная полиция применяется в крайних случаях, когда на самом деле происходят сильные беспорядки ночью, есть стычки какие-то, и нужно рассечь две толпы. Или просто у нас здесь задействовали тетушек в последнее время, у нас были такие уроды, которые пытались совершить наезды, выходили с кулаками из машин, бросались на протестующих. Но в принципе полиция ведет себя вполне достойно. То есть полиция в любом случае это институт подавления, институт восстановления порядка, они могут применять силу, и они применяют силу. Но, во-первых, у нас не бьют, полиция не входит в драку, никого не мочат дубинками, полицейские, как правило, обучены тому, чтобы человека свинтить, что называется, вытернуть из толпы, увезти, заблокировать. Хотя, разумеется, бывают разные ситуации. Я лично был на одной из ментингов, когда бросали светошумовые гранаты. Один из полицейских делал это с нарушением возможных норм. Там пострадал человек от светошумовой гранаты. Уже на следующий день было открыто расследование по действиям этого полицейского. Это, опять же, не значит, что его уволят. Это не значит, что его там оштрафуют или что-то еще. Но такие случаи проверяются. Это обычная деятельность полиции. Но, опять же, не будем забывать, что в Израиле полиция тоже, она не служит режиму, она служит... Вернее, не правда, она служит именно режиму, а не конкретному политику. Полиция понимает, что есть определенные нормы того, что людям можно. И оценивает возможности. То есть, как бы, с одной стороны, не очень хорошо перекрывать дороги. Но, с другой стороны, существует легитимное право на такой протест. У нас не нужно там и спрашивать долго лицензий, получать разрешение провести митинг где-нибудь на отшибе. Если люди решили выйти, то полиция будет обеспечивать как безопасность митингующих, так и в рамках доступного безопасность всех, кто находится вокруг поддержания дорожного движения, ну и так далее. Полиция в Израиле не враг народа. Это те же самые люди, которые помогают в сложных ситуациях, а если, не дай бог, завтра война, то те же самые люди, если мы говорим о бойцах Магавы, это пограничная стража, которые рядом с этими протестующими будут завтра в одном окопе, в одном убежище. Не говоря о том, что на митингах очень много резервистов выходят, противников реформы. Никто никого не видит здесь врагом. Это здорово, на самом деле, да, потому что, вот опять же, у нас не так, что касается людей, которые работают в полиции, которые вообще, в принципе, работают в государственном секторе, они, конечно, в этом плане скованы административным ресурсом, и нас поражает масштаб забастовок, вот именно забастовок, в том числе людей, которые работают в государственном секторе Израиля. Там, я не знаю, бастуют же и работники медицинских учреждений у вас, банков, магазинов, чиновники, сотрудники аэропорта Бен-Гурион, потом Макдональдс даже, но это частные, правда, но всё равно, руководители администрации региональных, муниципалитетов, даже мэры городов у вас поддержали протест. Это, вот на мой взгляд, человека, который живёт в России, это, в принципе, и есть демократия при всех минусах, о которых говорят, да, про Израиль, но это и есть демократия. А сами израильтяне, и вы воспринимаете вообще вот это как само собой разумеющееся, что, допустим, мэр города, он может не поддержать премьер-министра, ему ничего за это не будет, к нему завтра не придут с обыском, его не арестуют и по каким-то придуманным заказным делам сразу на следующий день. Его однозначно не арестуют. Если его арестуют, то у него будут адвокаты, которые его отобьют моментально, как бы прокуратура покрутит пальцем у виска. Здесь не очень легко арестовать человека. Премьер-министр может прыгать до потолка, даже если он этого хочет. Во-первых. Во-вторых, у нас мэров городов выбирают на выборах, равно как отдельно выбираются и члены горсоветов. И у правящей коалиции возможность влиять на мэра того или иного города ограничена возможностью выделять ему тот или иной бюджет, если вдруг ему не хватает на оказание каких-то городских услуг. То есть мэра города могут арестовать и арестовывать, если он попался на коррупции, например, да, и таких случаев немало. Есть следствия, кто-то отбивается, кто-то идет в тюрьму. Но нет. Местная власть, она имеет определенные связи, разумеется, с исполнительной властью. Она завязана на партийных властях. Но нет. Здесь никто не боится политических арестов, потому что, в общем-то, их не проводят. Здесь могут быть задержания краткосрочные. Вообще вот все, что вы говорите, это показывает, ну, скажем так, основой демократии является сильное гражданское общество. И у нас Бениамин Ирниакур тоже предпринимал попытки в свое время его ослабить, его разрушить. У нас же тоже проводили закон об иноагентах, скажем, требуя, чтобы неправительственные организации, которые получают большую часть своих пожертвований из-за рубежа, во время публикации каких-то объявлений отмечали это, или во время участия в заседаниях КНЕС, это носили специальный бейджик, указывающий на это. Опять же, наш закон гораздо мягче того, что приняли в России в итоге, да, но мы, слава богу, с Россией сейчас пока не сравниваем. То есть, это сильное гражданское общество. У нас забастовка, которая началась вчера, была объявлена профсоюзами. Значит, если кто-то бастует без объявления профсоюза официального, то да, работодатель может его наказать, может быть, а может не наказать, если он разделяет его взгляды и сказать, что хорошо, ты использовал свои отпускные дни или мы предложили тебе какие-то бонусы. Это уже зависит от внутренних отношений. Но вчерашняя забастовка была объявлена ассоциацией профсоюзов. Помимо этого, у нас есть независимые профсоюзы и у нас, как я уже говорил, есть организации. Ну вот, скажем, среди врачей, среди медиков есть организации, которые называются Мершам, есть организация, косникшая во время протеста, называется Белые халаты. Это врачи, причем очень высокие врачи, руководители отделений, с одной стороны. А с другой стороны, это ординаторы. Очень многие, которые выходят на протесты, потому что эта реформа судебная наносит ущерб, в том числе, и здравоохранению, и правам пациентов. И, кроме того, за пределами этой реформы ребята, которые у нас сейчас сформировали коалицию, оттяпали несколько миллиардов на собственные нужды, ну, на собственные как? На укрепление еврейской идентификации, на какие-то еще непонятные программы, они же крайние националисты. Им это важнее, например, чем выделить дополнительные средства на систему здравоохранения, которая задыхается от нехватки врачей, кое-то всего там, чего можно. Или на систему образования. То есть, это гражданское общество, которое выстроено в сеть как в финансовом плане, так и в организационном, структурировано, регламентировано, поддерживает друг друга и функционирует, а функционирует она в нормальном режиме в контакте с властью, а не противостоя этим властям до тех пор, пока власти не перегибают палку. Вы говорите, и все говорят о том, что это действительно победа гражданского общества. А вот мне интересно, из чиновников, из высокопоставленных чиновников, кроме министра обороны, Галанта, которую потом, по-моему, уволили, он выступил против судебной реформы. А есть еще другие веб-чиновники, которые тоже выступили против и поддержали гражданского общества? Юлия Эдельштейн, это глава парламентской комиссии по финансовым делам и обороне. Она считается самой важной комиссией КНЕСТа. Ее заседания засекречены. В прошлом он был спикером парламента. Еще до того, как выступил с этим жестким демаршем министр обороны Юаф Галанд, Юлия Эдельштейн отказался участвовать в голосовании, а он член партии ЛИКУ. То есть он по коалиционной дисциплине обязан принимать участие в голосовании и так голосовать, как ему говорит председатель. Он отказался участвовать в голосовании по продвижению закона, отменяющего возможность суда отменять те или иные парламентские законы. Ушел с этого голосования, ушел с этого заседания, был за это наказан дисциплинарными какими-то взысканиями. И он один из тех, кто пошел против этой реформы. Это если мы говорим о депутатах, ну оппозиция, само собой, ее можно не перечислять. Там многие члены комиссии и руководители комиссии среди госчиновников, ну вот вы назвали глав городов, разумеется, это глава Гистадрута, который вчера объявил вот эту всеобщую забастовку. Сегодня она, кстати, уже отменена. То, что произошло, это еще не победа, точнее, это победа в бою, когда Нитаньягу и его сторонников оттеснили, скажем так, на следующую линию обороны. Но это еще не победа в войне. Хотя удары нанесли достаточно сильный, они все еще могут в любой момент возобновить продвижение этих законов, они все еще имеют большинство в парламенте, Нитаньягу все еще не ушел, реформа только заморожена, но не приостановлена, и более того, она оперативно, эти законы внесены сейчас на повестку Кнессета, то есть по регламенту в этом случае нет задержки, они могут внезапно вынести их на голосование и проголосовать, то есть там еще предстоит очень тяжелая борьба, поэтому митинги по стране не прекращаются, хотя, наверное, пока что они не будут уже настолько массовыми. У меня вопрос, собственно, про премьер-министра вашего, Нитаньягу. Уже несколько лет он находится под следствием по делу о коррупции, при этом он не задержан, даже не находится под подпиской, насколько я знаю, потому что он передвигается по миру. Для нас это, конечно, тоже фантастика, что действующий глава государства может находиться в принципе под следствием, и фантастика то, что будучи под следствием, человек не под стражей. Можете рассказать, Эмили, нам немного о делах против Нитаньягова, что это за дела, из-за чего и какая у них перспектива? Они сейчас, вы вначале сказали, что дело сейчас уже в суде, уже активно сушится, и чем, в принципе, это все может для него закончиться? Значит, я забегая вперед, скажу, закончится это может за тюрьмой, теоретически, а практически это займет еще какое-то количество времени, немалое, несколько лет, потому что дела тяжелые. Четыре дела, в которых фигурирует имя Нитаньягу, самое тяжелое из них как раз ему, скорее всего, не грозит. Самое тяжелое коррупционное дело, это дело номер 3000, дело о подводных лодках, вернее, о коррупции при закупке. Дело в том, что несколько лет назад Израиль у Германии закупил новые подводные лодки. Ну, опять же, это процесс большой, их строят, поставляют. Делалось это в том числе для защиты наших подводных газовых месторождений. И выяснилось, что там были посредники, которые очень мило клали себе это в карман какую-то долю, а заодно согласовывали свои действия. Ну, там проходит, например, бывший глава военно-морских сил Чейни Маром. И почему там фигурировал Нитаньягу? Потому что посредникам, зарабатывающим на это и пробивавшим по всей видимости решения, будучи способным заходить в высокие кабинеты, был один из личных адвокатов Нитаньягу Давид Шамрон, который в том числе хотел, помимо последних услуг, организовать себе небольшой заводик по ремонту и обслуживанию потом этих лодок. Ну, в общем, люди строили себе свой личный бизнес, возникло подозрение, что он мог пользоваться поддержкой Нитаньягу при заключении всех этих сделок. Скорее всего, это не удастся доказать, поэтому, несмотря на то, что это самое тяжелое коррупционное дело, речь там идет, если мне память не изменяет о коррупции в пределах полумиллиарда, Нитаньягу не пройдет по нему, скорее всего. Есть три других дела, по которым он проходит. Одно дело, это так называемое дело о подарках. Подарки Нитаньягу, доказанные подарки Нитаньягу, дарили американский продюсер Мильчин, если кто-то смотрел, наверняка все смотрели фильм «Красотка». Ну, вот это один из его фильмов, известный голливудский продюсер, он Нитаньягу и его супруги дарил дорогие сигары, дарил украшения, дарил дорогое шампанское. Там наша правящая семья это такие очень гедонисты, они любят подношения, они любят отношения к себе как к царским особам. Это давно известно. Насчитали примерно на миллион шекелей, то есть это где-то на плюс-минус 250-300 тысяч долларов. Таких подношений было сделано. А за что в обмен, да? В обмен поднимался вопрос в частности о продвижении интересов с визовым режимом для конкретно Мельчина. Опять же, это визовый режим освобождения от налогов при визовом режиме. Оно касалось не только Мельчина, оно распространялось и на других людей, но Мельчин может быть одним из бенефициаров. Другой человек, который там преподносил подарки, это австралийский бизнесмен Бекер, который в том числе принимал у себя на виле сына Нитаньягу, гулял его там, отыскал и так далее. Значит, это дело о подарках. Есть еще одно дело, это дело, так называемое, сайта Вауа. Сайт Вауа, это крупнейший в Израиле по трафику сайт, имеет очень много сервисов, новостной в том числе, и разговор шел о том, чтобы семья Нитаньягу имела доступ к корректировке в том или ином ключе тех или иных его материалов. В Израиле нельзя вмешиваться в работу СМИ, это запрещено законом. То есть СМИ здесь рассматриваются как бизнес-актив. Вы имеете тот или иной сайт или ту или иную газету для того, чтобы зарабатывать на нем деньги. Ну, понятно, опять же, всем, что спонсоры у тех или иных изданий являются единомышленниками с главными редакторами. Это каким-то образом может корректироваться на этом уровне, но никто не может позвонить и запретить журналисту писать ту или иную статью и сказать ему пиши ее в том или ином ключе или вот этого политика топи, а вот этого бизнесмена поддерживали. Это запрещено. А Нитаньягу по подозрениям договорился с владельцем этого сайта именно об этом. Есть свидетельство, что было вмешательство в ряд статей. Взамен так получилось. Этот владелец, олигарх, он был владельцем самой большой целькоммуникационной компании Израиля, Безок. Это компания, которая, помимо прочих услуг, занимается прокладкой и владеет стационарными телефонами, обслуживает стационарные телефоны. И Нитаньягу сдержал реформу сотовой связи, в которой был заинтересован весь Израиль, включая снижение тарифов, включая все остальное, для того, чтобы не наносить ущерб стационарным телефонам, которые приносят прибыль Шаолю Алловичу. Это очень тяжелое обвинение, которое может закончиться с тюрьмой или крупным штрафом и прочими неприятностями. Вот здесь факт коррупции очевиден, потому что был задействован государственный ресурс для обеспечения интересов того, кто предоставлял какие-то другие услуги. И еще одно дело, это дело о попытке точно так же договориться с другим очень крупным изданием, с сайтом Вайнет. Сайт Вайнет должен был улучшить освещение деятельности Нитаньягу. Разговор шел с владельцем этого сайта, Анноном Мозесом. А взамен Нитаньягу собирался ограничить распространение бесплатной газеты, принадлежащей Адельсону, которая составляла конкуренцию Мозесу и, соответственно, своим бесплатным распространением наносила ущерб конкуренту. Значит, это тоже такое относительно слабое дело, потому что здесь, по крайней мере, не задействован государственный ресурс. Был? Ну, вот это три дела, по которым он проходит, и дело, касающееся сайта ВАУ, это, конечно, самое крупное из сегодняшних угроз. Спасибо большое, Эмилия, это безумно интересно и очень интересно узнать, чем это все закончится. Мы, к сожалению, должны заканчивать наш подкаст. Спасибо вам, что вы рассказали нам и нашим слушателям я хочу повторить то, что повторяю всегда в заключительных словах нашего подкаста, что сегодняшний наш подкаст, мы говорили с главным редактором израильского издания «Детали» Эмилием Шлемовичем, говорили об израильском правосудии, о судебной реформе и о том, как жители Израиля, гражданское общество Израиля борются за то, чтобы эта судебная реформа не была проведена. И это, конечно, поражает нас, живущих в России. Вот мне лично хочется надеяться, что, может быть, когда-то и в нашей стране будет нечто подобное, но надеяться на это практически невозможно, то есть ожидать этого практически невозможно, а надеяться можно. А вы слушайте наш подкаст на YouTube, в Apple подкаст и на других платформах. Ставьте лайки, комментарии и пишите нам, с кем бы вам хотелось, чтобы мы поговорили в нашем подкасте «Совещательная комната». Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok